Здравствуйте, с вами вновь обзор Нарина Кино, и вот о чем мы поговорим сегодня. Затерянный город Z. Секретный агент. Стражи Галактики. Часть 2. Первый фильм, о котором я хочу рассказать тебе, Илона, это «Затерянный город Z». Это такая смесь National Geographic с каналом «История». То есть и для любителей истории, и для любителей путешествий подойдет. Кроме того, главную роль здесь исполнил Чарли Ханнам. Я его называю такой «Том Харди Лайт». Да-да-да. Да, потому что ему не хватает такого демонизма, как есть у Тома Харди. Но, тем не менее, он очень перспективный актер. И вскоре он сыграет меч короля. Он уже сыграл, я бы сказала. Он уже сыграл, но вскоре вы увидите меч короля. А то вы поймете, о чем мы говорим. Здесь он как бы разминается. Он играет британского офицера, который одержим найти затерянную цивилизацию. Некая Эльдорадо в лесах Амазонии, в джунглях Амазонии. И ради этого он готов, в общем, оставить семью. Двоих потом уже травить детей. И отправиться на поиски прекрасно. Здесь, с одной стороны, есть все клише, которые сопутствуют таким фильмам. То есть я сидела, считала по пальцам. Отравленные стрелы были. Ягуар, черный ягуар из джунгля. Выскочил, выскочил. Что там еще? Каннибалы. Ну, вот это вот все. Перевернулись лодки, потеряли еду. Джунгли, которые надо прорубать мачете. Все это здесь есть. Но, тем не менее, фильм, скорее, даже не о вот этом все богатстве, красоте, природе. А о том выборе, который стоит перед тобой. Готов ли ты ради поиска чего-то, чего-то пожертвовать. Пожертвовать. Ну, как обычно. Чем-то, чем-то. Любовью своих близких. В данном случае жену главного героя играет Сиэна Миллер. Очень неплохо, кстати, играет. И Роберт Паттисон играет Человека с бородой. Больше об этом. Нет, а я кое-что знаю про этот проект. Я знаю, что это продюсерский проект Брэда Питта. И что Брэд Питт должен был играть главную роль. Человека с бородой. Должен был играть роль, которую в итоге сыграла Чарли Хаммин. И помешала ему сыграть эту роль только вот разводная история с Анджелиной Джадли. Но фильм, тем не менее, неплохой. Всем любителям красивых панорамных съемок, диких племен, перьев и бешеной погоней за мечтой стоит посмотреть. Если нам удастся обнаружить затерянную цивилизацию, существование которой считалось невозможным, мы собственноручно напишем новую главу истории. Я назвал его Зэп. Он существует. Секретный агент я рекомендую для всех, кто любит документальное киношпионов. Так его можно назвать, потому что он очень реалистичный. То есть вот сегодняшний Лондон, сегодняшние террористы, самые современные виды оружия, как вербуют, как разговаривают. В общем, такой Джеймс Бонд наоборот. А ты знаешь, как вербуют и как разговаривают шпионы? Ну, максимально приближенно, скажем так. Конечно, я не знаю. Но просто если Джеймс Бонд это такая сказка о шпионах, то здесь это абсолютно такой реализм. А Джеймс Бонд наоборот, потому что главную роль играет девушка. А в роли негодяя Орланды Блум, как ему идет эта роль, он весь в татуировках. Он играет бывшего морского котика. Да. Ну, после «Пиратов» это не мудрено. Но ты не рассказываешь, почему он негодяй-то. А посмотрите. Это стоит посмотреть. Нет, меня больше в этом сериале, конечно, потрясло участие Майкла Дугласа и Малковича. Я, в общем-то, так подумала, что такие большие актеры, они преподнесут какой-то большой сюрприз нам всем. Честно говоря, с первого момента появления в кадре Майкла Дугласа я понимала, что значит этот персонаж. И еще, что у меня коробнова, конечно же, это значит, там Лондон борется с угрозой эпидемии. А эпидемия это страшные, эти штаммы, холеры, там чумы, чего-то такого. Сибирской какой-то. Да, они выведены в Россию в периоды Советского Союза, украдены кем-то. И еще попали в Лондон. И их перевозят через Демодеду чуть ли не во вставную челюсть. Да-да-да. И еще там такая женщина, есть тоже секретный агент, еще один секретный агент. Она очень напоминает мне вот этого енота-ракета, потому что она начинает стрелять точно как енот с таким зверским выражением лица. В общем, фильм, мне кажется, весь построен на штампах. И, в общем-то, для меня он ничего не открыл, потому что, знаешь, ты уже столько всего посмотрел из этого жанра. А когда ты посмотрел еще Гая Ричи и Агенты Англ, ну, тема закрыта, с секретами шпионами. Ну, это такой журнал МОД Агенты Англ, я бы сказала. Здесь это такая хорошая, крепкая документалочка. Вирусы – самая большая угроза человечеству. Каждый, как заведенная бомба. Мы думали, что все под контролем? После запуска у вас есть пять минут. До этого не дойдет. Секретный агент. Фильм «Обещание» я посмотрела, Илону, только благодаря тебе, потому что это тема, я не могла пропустить ее, я должна была понять и разобраться, что же там происходило. Расскажи, пожалуйста, подробности. Ну, этот фильм посвящен геноциду армянского народа 1915 года, тема, которая тщательно замалчивается в кинематографе. Почему? Потому что сам геноцид не признан, ну, признан отдельными странами, отдельными личностями, но не признан как бы всемирно, как еврейский холокост, например. И вот, кстати, надо отдать дань еврейскому народу, как они последовательно свою трагедию в разных жанрах все-таки пытаются осмыслить. И в кино, и в литературе, и на подмосках театра. А у армян есть всего несколько экранизаций этой страшной трагедии. Это есть потрясающий фильм «Майрик. Мама» Анри Вернея. Есть еще очень интересная такая попытка братьев Тавиане осмыслить эту трагедию, это «Гнездо жаворонка». И вот, наконец, вот, ну, есть еще фильм «Шрам», который мне не очень нравится. И вот, наконец, вот фильм «Обещание». И, конечно же, он достойная работа. Почему? Потому что... Это вообще первый голливудский, собственно, бюджетный фильм. Да, бюджетный фильм. Я тебе расскажу историю его финансирования, не знаешь? А ну-ка. Есть такой, был такой армянский олигарх Керкер Карян. Он реальный миллиардер из списка Forbes. Один из владельцев Ford, компании Ford и так далее. Самое интересное, что в 60-х годах он был директором компании, кинокомпании Мэтр Голденмайер. Да, еще прикупил там... Которую основали два еврея из один. Потом еще прикупил Columbia Pictures, еще 20-й... На сдачу. Да-да-да, 20-й век, Fox. И дело, в общем-то, не пошло, поскольку там в 70-х годах был некий кризис в кино. В общем, кино не переносило прибыли. Но он, как настоящий бизнесмен, слил от... Да-да-да. И перешел куда? В игровой бизнес. Лас-Легас, казино и прочее, прочее. В общем, состояние... Это замутанная история. Да-да-да, состояние несметное. Но он, имея огромные средства, конечно же, помогал Армении. Там, после землетрясения, вообще всякие фонды. Он, например... У него крестник, великий этот теннисист армянского происхождения, Агаси. В общем, он все время следит за армянской темой. И, наконец-таки, вот он решил профинансировать в кино тему армянского геноцида. Профинансировать он успел, а фильм увидеть не успел, потому что он не дожил двух лет до своего столетия. И он умер год столетия армянского геноцида в 2015 году. Вот о чем надо написать сценарий, задумайтесь, кинематографисты. Знаешь, это потрясающая история, но фильм, тем не менее, несмотря на то, что такая тяжелая тема, как ты знаешь, я фильмы про войну с трудом переношу, стараюсь их избегать, но здесь я досмотрела до конца и не пожалела, потому что там очень хорошие актерские работы и вообще такой сюжет, он держит тебя действительно на напряжении у них. Сменяются какие-то препятствия каждые три секунды. То он на поезде, то он уже в реке, то он бежит, то его заковали в кандалы, то его там чуть ли не расстреляли. И при всем этом это история любви, это любовный треугольник классический. Я обожаю историю, когда трагедия нации или страны показана на конкретных двух обыкновенных маленьких людей, которые просто пытаются выжить. Это всегда очень трогательно. Но самое смешное, угадай, сколько армян сыграло в этой картине? Очень мало. Я это вижу по генотипу просто, да. Одна актриса родилась в Ереване, Анжела Сарафяна. Она, кстати, играла в сериале «Мир дикого запада». А все остальные, откуда их только нет? Евреи, испанцы, британцы, канадцы. Главный герой Оскар Айзек, его отец кубинец, а мама из Гватемалы. Но при этом он настолько похож на армянина, просто удивительно. Да, похож. И очень хорошо играет. В конце, когда он читает тост на армянском, я плакала. Просто уже третий раз. Американского журналиста, который, в принципе, спас операцию по спасению 4 тысяч армян, в общем-то, предпринял американский журналист. И, в принципе, это документальная история. То есть был такой человек? Ну, было 4-5 американских журналистов, которые проводили эту спасательную операцию. Сыграл Кристиан Бейл, бывший Бэтмен. Бэтмен спасает, в общем, армян. Армянский народ. Нет, на самом деле, очень хороший фильм. Я советую его смотреть. Вообще, каждый год 9 мая снимается как минимум один фильм о войне. В этом году что-то есть? Да, есть очень скромный фильм «Три дня до весны». И скромный и дерзкий одновременно, потому что выходит в прокат день в день со «Стражами галактики». И, конечно же, «Стражи галактики» очень сильно помешают этому маленькому фильму. И, тем не менее, зритель свой найдется в этой картине, я уверена. Здесь сыграл Кирилл Плетнев, Евгений Сидихин. И, в общем-то, история, которая, в принципе, она документальная. И она, вот лично мне, неизвестна совершенно. В принципе, ты думаешь, что ты знаешь о блокаде Ленинграда уже всё, да? А оказывается, не всё. Вот такой документальный факт. Немцы, которые бомбили город, которые брали его измором, заставляли людей голодать и прочее, прочее. Это, в общем-то, не основные действия были немцев. Оказывается, внутри Ленинграда действовала преступная группировка диверсантов, которые спели с немцами и украли из биологического института штаммы холеры. И эту холеру должны были распространить по городу. А почему три дня до весны? Потому что зима заканчивалась, три дня остаётся до весны. В условиях тепла эта холера будет распространяться, как пандемия, да её будет невозможно остановить. А мороз пока сдерживает эту угрозу, да. Это фантазия сценариста? Нет, это настоящий документальный факт. Жизнь страшнее любого сценария. И вот главные герои, они сотрудники контрразведки, должны за три дня раскрыть это страшное преступление, найти украденные штаммы и ещё попутно влюбиться друг в друга. Я бы посмотрела с удовольствием по телевизору этот фильм. Я думаю, его покажут. Ты молодец, Маша, ты профессиональный человек. Этот фильм покажет на канале Россия. Спасибо. Брата оружие! Знаете, что-нибудь для любителей семейной драмы полегче, чем воины есть у нас? Просто чтобы отдохнуть. Не обещаю, что полегче. И не обещаю, что отдохнуть. Поплакать могу пообещать. Всё как мы любим, да? Ну, французское кино, это же поговорить в основном. Где там поплакать? Поплакать, поплакать. Фильм «Я и ты» с прелестной Катрин Данёв. Я тебе должна признаться в том, что я её зверски не любила, когда она была молодой. И я. Я даже не молодой. Вот молодая ещё ничего. Она такая красивая была. Потом у меня был какой-то период от 50 до... Мы не знаем, сколько ей лет, на самом деле. Это никому неизвестно. Но она какая-то была злая ведьма. Я видела её на фестивале в Казани. Мне казалось, она холодная была. Она была такая нервная, какая-то недовольная всем. Потом я видела её в Венеции, у неё уже появился какой-то молодой любовник, она уже немножко оттаяла. А на последних канах она вообще шикарно вышла на сцену, поцеловала в засос молодого ведущего и ушла под просто овацией, сорвав. Мне кажется, она вошла в ту золотую пору сейчас, когда вот никому ничего не надо доказывать, просто вот царите, быть всей довольной. Просто ходы. Просто быть собой. Да, и мне кажется, она сейчас выбирает проекты, которые может быть ей не приносят больших денег. Может быть, они не принесут ей огромной славы и каких-то премий. Но они ей комфортные. Они ей комфортные, потому что они как-то попадают ей в сердце и в её какую-то актёрскую палитру. И она органична в этой роли. Абсолютно. Она же, в общем, не очень великая актриса, скажу честно. Да, но и мне кажется, что с годами она приобретает и оттаивает не только чисто внешне, она ещё приобретает какие-то актёрские навыки, в которых не было. Я видела съёмку Луи Виттон, чемодана она рекламировала, у неё везде было злое лицо. Какое-то, знаешь, вот такое вот... Я её терпеть не могу. Несенбольная. Несенбольная зонтика, дневной красавица. Это актриса, которую я активно не любила. А между прочим, мы её баллотировали в список 10 лучших актрис всех народов. Было, что о ней рассказать. А вот наступил чудесный возраст, и она снимается, играет Любовь. Помнишь, в одном из фильмов она сыграла Любовь Горилле? Да, смешная была кино. Да, очень смешная. То есть она пускается в эксперименты. У Франса Азона начинает танцевать, там петь, да? А потом она сыграла буржуазную такую даму, которая вдруг начала управлять заводом. Да-да-да, это отчаянная домохозяйка. Очень смешная роль была. Да-да, казалось, что она такая домохозяйка, правильно, а выясняется, что в прошлом у неё было огромное количество любовников и бурная жизнь. Нет, вообще, как милый был фильм. Молодец. А чём это кино? Это кино, в общем-то, она вот на волне вот этого своего игривого настроения такая женщина, как прожигательница жизни, у которой полно поклонников, которая ценит лоск, ценит очень дорогие украшения, хорошую одежду, причём ярких таких тонов. Да, я видела, как она заходит в тигрином пиджаке, в ресторан она говорит, мне омлет с ветчиной, и что за? Да, она начинает выпивать вина уже до 12, то есть она играет в покер, очень азартно курит постоянно. То есть она живёт полной жизнью, зависливо сказанную слову. Да. И, в общем-то, на другом полюсе находится женщина, довольно бесцветная, серенькая, дом-работа, работа-дом, есть сын, рождённый для себя, вот эта вот формулировка, которая меня убивает всё время, да для себя. В общем-то, такая правильная, она есть правильную еду, брокколи, она пьёт минеральную воду, никогда не позволяя себе стакан бургонского. А что их соединяет? Они мачеха и падчерица, которые когда-то были очень привязаны друг к другу. Но однажды игривая мачеха покинула дом без объяснений причин. И появилась спустя 30-40 лет в жизни вот этой истерзанной, замученной работой домом женщины. Дай я угадаю, она вдохнула в неё второе дыхание, она начала краситься и носить тигривые пиджаки. Не совсем так. Она просто появилась в её жизни для того, чтобы повиниться, покаяться за ту боль, которую она причинила отцу этой женщины. А отец после ухода покончил жизнь самоубийством. Да. И она пришла, чтобы покаяться, повиниться. Но не только. Женщина тяжело больна. И вот остаётся вот эта серенькая мышка перед выбором принять эту мачеху, разделить с ней вот эту её боль, боль физическую и моральную, и психическую. И вот как эти две женщины меняют потихоньку друг друга, действительно, за этим очень интересно наблюдать. Мне очень понравилась там сцена, она мне непонятно, но мне понравилась. Там появляется, ну, одна из этих женщин, любовник, дальнобойщик. Он ездит в какие-то загадочные страны, нам не называют какие-то, но он оттуда привозит жигулёвское пиво и грузинское вино. Ну, что-то непонятно. Он ездит на машине времени в Советский Союз. Надо посмотреть. Сидите. Мне омлет с картошкой и бокал красного вина. Ты прямо как твой отец, ни капли спиртного. Ну и как он? Он умер. Вскоре после вашего ухода. Что бы ты сделал при встрече с человеком из прошлого, который причинил тебе боль? Держался бы подальше. А то и нет. Кстати, Илона, я хотела тебя поблагодарить за рекомендации по сериалу «Оптимисты». Мне так понравилось. Это совершенно какой-то новый продукт. Это так качественно сделано. Я посмотрела все 13 серий сразу. Молодец. Получила большое удовольствие. Я считаю, что вот у нас не было такого проекта, чтобы сценаристы настолько были интегрированы вместе с работой режиссёра и актёра все замечательно сыграли. Я рада. Да, прям новый продукт совершенно. Посмотрите, он уже доступен на сайте. И даже в Миде всё иначе. Советские дипломаты учатся пить пепси-колу и играть в гольф. Ну и, наконец, главный фильм для фанатов Марвела, который выходит 4 мая, «Стражи галактики 2». Илона, не бей меня каблуками по лицу. Я знаю, что ты не любишь комиксы. В принципе, я тоже не люблю комиксы. Но этот фильм меня подкупил, работа режиссёра и вообще он какой-то совершенно другой. Другой в отличие от первого или вообще другого? Вообще от других комиксов, где вот все эти супергерои, люди в трико, какие-то полёты, звездолёты. Я всё это терпеть не могу. Но здесь настолько персонажи какие-то странные. И вообще этот фильм, мне кажется, нельзя воспринимать всерьёз. Это вот жанр, я для себя определила, радостное безумие. Нужно либо поддаться ему, либо нет. Вот и нет я, судя по твоему лицу. Нет, я совершенно не поддалась радостному безумию. Для меня это, в общем-то, я считываю это как попытку. Праздник инфантилизма. Да, это я тебе сказала сразу после просмотра. Это попытка режиссёра поговорить об очень серьёзных вещах, о семейных ценностях, о дружбе, о утраченных родственных связях. Но вот таким языком комиксов. А как ты ещё поговоришь об этом с тинейджерами, которые воспринимают реальность вот так? Главное слово тинейджеры, правильно. Я абсолютно не осуждаю совершенно. Я рада буду, если тинейджеры, посмотрев этот фильм, позвонят родителям. Но на фильме стоит ограничение плюс 16. То есть мы понимаем. То есть все, кто старше, не ходите на этот фильм, он вам не понравится. Нет, нет, нет. Мы понимаем, что, в общем-то, стоит там ограничение плюс 16. Не совсем режиссёр адресовал свою... Слушай, ну неужели тебе не хочется побыть тинейджером, вспомнить молодость? Нет, дай мне это говорить. И второй момент. Меня не это, как сказать, удивляет. Меня удивляет наша фейсбучная среда, которая, в общем-то, не будем говорить... Сошла с ума. Не будем говорить, сколько ей лет, ну скажем так, уклончиво, за 30, хотя старше. Которая воспринимает этот фильм точно так же, как вот тинейджеры, для которых этот фильм именно реальная попытка поговорить о серьёзных вещах вот таким языком. И вот это странно. Мне кажется, в этом его плюс. Он универсален. То есть ты можешь привести родителей, которые помнят ещё эти песни в 80-х, и с ними вместе посмотреть, если они продают мелькание, всё выдержат. Ну, речь же не про песни, а речь про то, что, допустим, там, отношения двух сестёр, как выстроить отношения между сёстрами. Кто отец? Тот, кто воспитал или тот, кто родил? И как выстраивать эти отношения? Если 40-летние люди не умеют достучаться до родителей, и только фильм «Стражи галактики» может это подсказать, мне жаль этих 40-летних людей. А вот тебя меня не жаль. Меня, например, этот фильм подтолкнул к тому, что я позвонила своему отцу через 37 лет. Это очень хорошо. После того, как я видела его в последний раз. Очень хорошо, я тебя приветствую. Если этот фильм сделал вот такое благое дело, значит, он свою функцию выполнил. Ну, просто вот эта фраза, когда он сказал «И вот это чувырло мой отец», я подумала, боже, неужели мой отец тоже чувырло? Я хочу убедиться, что это не так. Ну, и как-то не знаю, не знаю, что сказать. Ну, в общем, мне кажется, что мы с тобой спорили о Гарри Поттере, что Гарри Поттер воспитал огромное количество инфантильных людей, которые в 40 лет верят в сказки, верят в то, что там метла может производить чудеса и прочее. Им просто удобно чувствовать себя детьми. Вот удобно. И это и есть инфантилизм. Понимаешь, когда енот свою ранимую душу прикрывает вот этой вот мордочкой, а якобы вот этот трагический персонаж... Ну, так плачет, что его называют носатый мордишкой. Он так закрывает нос и плачет. Ну, это же мило. Он так на мою кошку похож, кстати. Я ему очень симпатизировала. Не знаю. Я побывала на пресс-конференции, где режиссер этого фильма, серьезный человек, совершенно с сумасшедшими глазами, встал и показал танец Грута. Как Грут должен танцевать. Он сам танцевал, и потом делали с его движений 3G. А второй главный герой встал и повторил этот танец. Сказал, нет, я могу лучше станцевать. То есть, понимаешь, они не стесняются быть детьми. Они не стесняются быть детьми. Но это же... Нельзя быть такими серьезными. Это как в Мюнхгаузне. Господа, серьезное лицо – это еще не признак ума, понимаешь? Нет, речь совершенно не про это. Можно быть и человеком веселым, можно быть человеком легкомысленным, но выстраивать отношения родственные, семейные нужно учиться. Но не в 40 лет. Да ладно. В любом возрасте не поздно, я считаю. Вон, мачеха в предыдущем фильме ты мне рассказывала. Через 30 лет она нашла и тоже пытаются что-то выстроить. Нет, это попытка что-то изменить в своей жизни. А вот так с нуля выстроить отношения, в общем-то, довольно странно. Если такое кино учит, я еще раз говорю, подростков – это замечательно. Да нет, ну ты только представь. Фильм по комиксу, в нем что-то есть глубже, чем вот эти вот «И полетели звездолеты». Это же здорово, по-моему. Здорово. Но я не его аудитория. Я все это уже испытала, прожила. Я сижу... А просто прийти посмеяться. Да, я сижу... Нет, а вот сейчас тебя фейсбучная публика закидает тапками, потому что они, скажешь, смеяться там не на чем. Запрещено. Не на чем. Это глубоко трагическое кино, скажи. Нет, нет. Все равно я найду сейчас твое слабое место. Да. Тебе понравился Дракс. Да, мне понравился Дракс. О, что ты его не понравилась? Мне понравился Дракс тем, что он, в общем-то, очень мило шутит. Он шутит над девушкой-эмпатом. И это тоже такая моя больная тема, потому что... Ты тоже эмпат? Нет, наоборот. Мне кажется, что сегодня эмпатию сделали трендом модным, и меня это дико раздражает. И вот, мне кажется, режиссер очень это и почувствует. Чувствует, да? Да, да, да. Режиссер вообще гений. Он чувствует этот тренд, он девушка-эмпата с такими улиточными усиками, которые усики вот так вот расправляют, дотрагиваются до человека и чувствуют. Так, человек сейчас заснёт, человек обижен, человек огорчён, да? Вот этот модный тренд на как бы эмпатию, фальшивую, надо сказать, да? Вот. Он тоже прочувствовал и очень хорошо. Мне кажется, если он над ней постебался, это здорово. Так весь фильм об этом, от этого глагола, понимаешь? Ну, мне было скучно, потому что мне показалось, что вот эта звёздная Мочилова на фоне вот этих галактик, да, в общем-то, оно затянутое. И мы самого главного не сказали. Сталлоне. Ну, для кого самое главное? Для кого он там на полторы минуты мелькает, собственно. Да. То есть, вот тоже, знаешь, попытка притянуть возрастную публику. В первой части Глен Клоус замечательно появлялась. А в этой части появляются Сталлоне и ещё Корт Рассел, да? Да, Корт Рассел. Да. Ну, слушай, универсальное кино для всех, понимаешь? Для пожилых, для молодых, для таких, для сики, для любителей комиксов, для нелюбителей комиксов. Я не знаю, я считаю, что это кино чистый рок-н-ролл. И любите его, не любите его, его стоит паспорт. Опять будем галактику спасать? Ага. Крутяк! А потом цены задерём. Типа как двукратные спасители галактики. Да! На следующей неделе вас ждёт ещё более замечательный фильм. Это «Меч короля Артура» с сексуальным Чарли Хэнном. И «Пираты Карибского моря» – последняя серия франшизы. Наконец-то. Да, мы расскажем об этом все подробности. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»